всем огромный привет добро пожаловать на мой канал меня зовут юля у нас сегодня начинается новый влог девочки я отработала иду уже сад за сыном и знаете у меня такая прям дилемма брать или не брать елку сейчас да у нас в принципе только их начали продавать у нас нет искусственной хотелось бы конечно искусственно знаете чтобы раз и намного но блин который мне нравится не стоит по 10 тысяч как бы я еще не готова за такую искусственную елку а до 10 и честно вот около дома начали нас вчера продавать елки я даже присмотрела вроде бы такие красивенькие ростом с меня должна быть по идее пышная 550 и так знаете у меня закрывалась мысль думаю мне кажется что они она пожелтеет еще до нового года потому что 16 и 31 ну как бы еще ого-го времени а это меня можете раз бы спонталыгиз будет сбил я не сказала что около дома начали продавать елки не год купи и сейчас будем подойду спрошу и вот мне говорит который мне понравилось 550 рублин пожелтеет до нового года ну как на балкон и и поставьте вы застекленный он такой мне говорит ну у вас же вы все равно там холодно верну не сказала бы никак на улице да он такой ну промолчал как бы ничего не сказал но я поняла что да я права так что наверное я возьму позже единственное что я сказал об этом кирюхе и он это помнит по-любому меня он не забывает он сейчас придет приду он первым делом это это скажет ну посмотрим так что не значит прибудет как его я буду успокаивать в этом плане да что я не ничего не пойдем за елкой что еще рановато ну пойдем ну что делать вот так что пошла за кирюхой а с вами увидимся чуть позже забрала кирилла не стал одевать уже эти варежки не захотела покажи что ты там забрал в садике взял кирилл ну-ка покажи что у тебя в руках покажи чужую машинку опять забрал да 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 он прям девочки до истерики с этой машинкой она им так понравилось где в такую же называется взять девочки мне кстати сказал воспитатель что сегодня с ним сидела где-то полчаса говорит ира ну просто говорила ему слова он за ней повторял и сказал что вот все слова верит повторяет все город может говорить но город немножко ленится вот и сказала что вы разговариваете с ним если что-то он не понимает то не то что не понимает не договаривает говорит что вы не понимаете чтобы он старался это горит сказать и сказала что после трех лет вообще в принципе деткам нужно убирать куда биби как он у меня машина говорит да вот это все убрать что она то скоро уже месяцок с небольшим ладно вот но я все равно заметила кстати что он больше начал говорить нет нет какие-то прямо слова полностью проходит полностью проговаривает и она мне сказала что он немножко съедает букву ша мы больше знали как как и с х что-то там мешается ну вот короче но это в принципе и делаю по слогам говорю что такое холодно но холодно так не говорит что одеть варежки ну говори на надо что маме сделать так стать машинки мама оденете биваешь давай ручку давай скажи всем привет и куда говоришь всем привет 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 и кстати наделаем бачки чем она меня напугала на горит если в средней группе проверить проверить логопед и что-то ему не понравится то будет переведут в другую группу в смысле влагопедическую евро это чего в следующем году она горит нет горит через два года думаю ну ладно два года есть она такая не сразу знаете и не думать что два года так много ты куда зачем а а зачем машинки ты положил ты что делаешь ну будут варежки грязные сын сейчас мы застрянем а ты машинки там оставил машины большая проедет и машинки сломаются ну и дальше скажи пап я за машиной ухаживаю все да пошли пошли молодец бери скорее зачем так на дороге оставил все пошли здесь положил понять ну что ты делаешь сыну мы здесь застряли точно так мы пришли кто с работы кто сада да и были зашли в пятерку было немножко такая закупка бананы чуть прям так захотела банана честное слово купила творог вот такой пятипроцентный без травка короче по акции был вот такой самый лучший творог мягкий вот отдан он пятипроцентный тоже был по акции черная карта кофе без кофе вообще не могу за день где-то выпиваю чашки 3 вчера по крайней мере было 3 прям посчитала две на работе одну дому вот и вот такие взяла хлебцы вообще беру без никаких вкусов но не было думаю ну ладно хотя бы вот это еще был киндер сюрприз небольшой кирюхи то что вот вам покажу чек насколько он у меня вышел 638 сегодня кстати среда же и у них скидка ой семейный день что ли что такое называется ну короче вот такие у нас были покупки девочки показать наши будни да вот такие вот будни хожу ною а чё плачешь ну ка рассказывай чё плачешь вещи складываю с ушел чё плачешь рассказывай ну давай рассказывай чё случилось чё плачешь ты мы с улицы пришли без настроения и без причины то ревем то не ревем да ну и все слезы прошли пальцы сорта вытащи вот слезки вытирай все плакать не будешь не будешь будем готовить надо готовить вот сначала поешь а потом мама подумает если больше так реветь не будешь истерики маме тут закатывать я тут стирку поставила и вещи надо вот эти вот собрать уже и попылесосить полы мыть не буду но попылесосить так вот надо да высохло надо маме убрать все высохло всё сухое да надо маме сложить всё будем хватит реветь всё давай мир как как мама так мизинчик давай нет подожди пока дай мизинчик дай пальчик мать смотри вот так вот так мама в детстве так мирилась да вот так вот пачек вот так мирись 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 и больше не делись а если будешь драться я буду Кусаться, буду кусаться, буду кусаться. Будем мириться? Давай. Не, не хочешь мириться? Почему? Не. Не. Давай, давай. Девочки, я тут пылесос принесла, пылесосец собралась. А Кирюха у меня опять попросила это лото. Аккуратно ножками, сын. Но разложил уже все, вот там шесть карточек. Не знаю, что он, конечно, сам складывает. Но пусть складывает. Вроде, по крайней мере, пока правильно. Кто это? А? Овечка? Вот так овца делает, да. Пускай складывает. Ну что, девочки, я уже немножко так прибралась. Ну, конечно, по-хорошему бы еще можно было полы помыть. Но, честно, вот времени нету, да и желания. Сегодня лентяй. Лентяй я в этом плане попылесосила, как бы говорится, и то хорошо. Нужно мне готовить, кушать. Причем, девочки, нужно готовить так, чтобы мне хватило на сегодня, на завтра. Хотя бы на завтра, чтобы послезавтра готовить. Дело в том, что, девочки, у нас сейчас на работе прям вообще завал-завал. И реально некогда даже поесть. А если ешь, то что-то быстро-быстро. И не совсем то, что бы надо-бы, но, короче, то, что есть, да. Вот. А иногда ничего нету. Просто все, когда уже обед прошел, у тебя только время освободилось. И вообще можешь, как бы, быть голодной. Кирилл. Вот. И получается так, девочки, что приходишь домой. Получается, как домой. Сначала идешь за Кириллом, то все. Кирюш, не шуми. Вот. Идешь за Кириллом, да. Пока там немножко прогуляешься, пока то все. Приходишь домой. И просто не то, что голодная, а прям бешено голодная. Чего? Не, нельзя, оно еще сырое. Сейчас мама приготовит и будем кушать. Это мясо. Оно сырое. Да. Это. И все. И начинаешь, знаете, как это, глаза бы все съели, а все нельзя. Но, получается, все равно переедаешь. И прям я чувствую, что мясо жарить мама будет. Сейчас подвеску мама сделает. Да, туда мама положит. И получается, девочки, что я переедаю. Но без помощника и никуда. Туда ложить хочешь? Ну, ложи, ложи. Ложи. Там еще ничего не горячее, мама еще не включала. Клади. Вот. И я уже понимаю, девочки, я за вот эти вот две недели, сколько вышла на работу, девочки, я поправилась на 2 килограмма. Просто потому, что, грубо говоря, ну, с утра ты там что-нибудь перекусишь, да, кофеек выпьешь, все, побежала. Прибежала там кое-как в обед, кофе с чем-нибудь хлебанула и опять побежала, да. То есть, ну, не всегда там остается что-то поесть, так скажем, да. У нас же помнит, как бы, в роддоме. Да, рассказывает. Вот. И я решила, девочки, просто готовить себе и завтрак, когда будет время, когда я поешь, да. Ну, хотя бы нормально поешь и правильно. И готовить. Нет, готовить. Короче, готовить еще себе на обед, а на ужин домой приходить. Ну, как готовить. Вот сейчас что приготовлю, я буду брать на обед, а на ужин приходить и что-то готовить. Буду вам показывать, знаете, некий такой контроль. И некие мои тарелочки, да, для, надеюсь, вообще-то я думаю, так, похудею. Да, ну, а то нифига не худеется. Вот, так что, да. Быстро сейчас буду готовить, потому что, Кирилл, просто надо кормить. Кушать будешь? Да. Да. Давай быстрее складывай, что ты так медленно делаешь? Вот. Сейчас покажу, что буду готовить. И, в принципе, у меня задумка есть, что сделать себе на завтрак. Завтрак сделаю. Я уже давно его хочу, прям недельная на полторы. Но вы кормить не делала. Как вы думаете, что? А вся на блин, конечно, свой любимый с ветчиной и сыром сделаю на утро. Здесь подлива у меня будет со свининой. А вот, ну, что, так скажем, на гарнир я еще не придумала. Вот. И по-хорошему надо еще купить капусту, чтобы можно было вечером делать салат. Потому что сейчас вот из овощей у меня только закрутка, как бы. Ну, ты быстрее будешь класть, нет? И, 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 раскидывать мне не надо. И об себя не вытирай. Об себя ручки зачем? Ну, Кирилл, сюда-то зачем? Ты уже балуешься. Нельзя же так делать. Зачем ты так делаешь? Вот. Ну, ты много бери сразу. Я там точно буду сейчас готовить. Ладно, девочки, давайте в скобинном тепле готовим. Так, ну что, показываю. Здесь у меня грудка. Здесь, по-моему, уже посуду мы моем, да. Грудка уже кинула сразу лук, чтобы, знаете, чтобы лук немножко такой был. Прям мягкий-мягкий пожарился. Это мне на ужин. Здесь у меня свинина. Масло налила немножко. Сок далось сейчас томиться. Добавлю лук-морковь. С чем-нибудь. Что такое? Плачешь от лука, да? Ага. Да, плачешь от лука. Мои контейнеры вон уже. Что такое? Куда ты пошел? Что? Ты что там хочешь? Морковку? Да. Морковку-то стоит. Давай, давай, сейчас мама даст. Маме тоже надо. Пошли, закрывай. Нельзя. Все, все, сегодня никаких ням-ням никаких. Все. А, 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 там? Да, там. Увидал. Чуть-чуть, уже согласен на чуть-чуть, да? Да. Я поняла. На тебе морковку. Грызи, грызи, грызи. Витамины. Так что сейчас еще морковь нарежу. Но себе сюда в грудку не буду. Больше надо, грудка мне даст сок и будет вкусняшка. С каким-нибудь салатом? С каким, девочки? С каким мозги? Они вообще не соображают. С каким? С каким салатом сделать, а? У меня вообще есть вот такое вот здесь огурцы. Блин. Они соленые. Наверное, с такой сделать достану, да и все. Что, вкусно? Ну, грози, грози. Все, девочки, готовлю. Ну что, мы уже сели кушать. Кирюха, он лопает за обе щеки. Сейчас покажу быстро, что я буду есть. Вот так у меня получилась моя курица с луком. Я прям так хотела вот именно растомить лук. И сейчас скажу, почему маленькая ложка ем. Ну, не балуйся. А здесь у меня огурцы, но они, конечно, консервированы. Но других нет. Понятно? Сколько маме там будет? Ну, немножко подъезд-то, ладно. Кирюха там гречка с подливой. И у него оливье. Она оливье. Если честно, девочки, слюнки текут. Но, но. Все. Это будет, знаете, такое видео будет, наверное, теперь постоянно. В плане того, что влог-правильное питание, мое похудение и все остальное в этом роде. Все с вами еще в одно, потому что реально, ну, нет возможности снимать что-то разное. Ну, наклоняйся, ты будешь грязный, сына. Ты че, хрюшка у меня, что ли? Вот. Так, девочки, теперь расскажу, почему у меня маленькая ложка. Ты куда? Упала? Я, когда забеременела, да, ушла вот в декрет, я себя прямо отучала, девочки, есть медленно. Есть по чуть-чуть, потихоньку. Потому что реально на работе вот так вот получается, что ты бегом, забежала, бегом, бегом поела и убежала. Вот. И сейчас вот оно, ну, прямо за пару дней, если честно, оно у меня возобновилось, вспомнилось. Но ничего хорошего для этого, конечно, нет, я это прекрасно понимаю, но самое главное хотя бы есть. Вот. Вкусное мяско у мамы? Ну, на, на. Все, не съешь, сколько съешь остальное мамина? Да, мамина. Девочки, и почему чайная ложка? Может, я буду медленнее есть? Итак, знаете, вчера что-то вспомнила, думаю, блин, я же всегда говорила и доказывала, кушай, кушай. И чуть ли не доказывала то, что все равно можно найти время, да, чтобы поесть, вот, для того, что, как бы, знаете, для себя любимой, да, для своего похудения, нормализации веса и всего остального в этом роде. Думаю, блин, сама говорила, а сама так не делаю. Поэтому, поэтому собираю себе чаплашки, уже на завтрак себе приготовлю. Сейчас поедим, и я вам покажу, соберу, что у меня будет завтра на завтрак и на обед. А вот на ужин, когда придут, девочки, вообще, вообще голова не варит, даже не знаю, надо порыскать, посмотреть. Кирилл, ты не только мамина мясо кушай, но надо и гречку кушать. Скажи, мама хитрая. А кто-то меня спрашивал, почему вы едите одну грудку? Вот почему, потому что он ее лопает за обе щеки, она мягкая. Вкусно, да? Так что, девочки, вот такие дела. Буду снимать, как бы, стараться чаще. Вообще, есть желание, если честно, снимать каждый день, но не знаю, осилю или нет. Мамина, он на вот эти вот, на эти, ой, эти, как они, господи, хребцы, говорит, мамины. Не мой, а мои. Все, девочки, будем ужинать, потом покажу, что я буду кушать завтра, что я с собой соберу. Ну, ты чего вот лук раскидал по столу? Все, приятного нам аппетита, и вам тоже, если вы кушаете. Смотри, мама последнее съедает. Ну? А, Сирюша? Мама. Мама съела, мама ждет. Ждет, ждет. Давай, давай, жду, жду. Тихонько. Не балуйся. Жду, жду. Жду. Не балуйся, не балуйся, кушай. Давай, апп. Ага. Наконец, тихонько. Ну, Кирилл, в ротик, а? Мясо же. Девочки, вот проглотила и не заметила, верите? Прям быстро, быстро. Вот привычка, дурная привычка. Тюкши. Да, привычка. Тюкши. Ну, давай, кушай. Давай, давай, чуть-чуть будет. Чуть-чуть осталось, будем хлопать. Будем? Давай. Тюкши, ну не, 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 не крутись. Сядь ровненько. Давай, давай, не балуйся. Сам себя видит и балуется. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Нет, немного, чуть-чуть. 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 Ну, поможете, ты собрался. Ну, давай, давай, помогу. Оп, оп, оп. Ну-ка, давай, сейчас будем хлопать, Кирюшки. А-а-а-а-а-а. Ну-ка. Ура! Как ел! Молодец. А что ты скажешь? Спасибо. Да, все, пошел личиком начинать. Ну что, я собралась себе кушать, сейчас покажу. Здесь у меня гречка с мясом. О, гречки 150 грамм в вареном виде. Мой. Да почему здесь твой-то? Почему твой? Мой. Мамина вообще-то. Здесь я положила салат, но это, конечно, не все мне, а просто, как бы, общий, так сказать. И сюда положила я свой овсяный блин. Порезала пополам. Наконец-то, наконец-то. Все, будет вот такой у меня завтра обед. И, ой, завтрак и обед, короче. Все. На кухне здесь уже все перемыло практически. Осталось только вот одна кастрюлька. Ну, ты куда спрятался? А-ха-ха-ха! А ты что там? Прячешься, что ли? Да. Ну-ка, покажи, что у тебя в руках. Покажи, что это? Да. Дай мне он посмотрит. Укутай. Вай-вай-вай, ты что такое красивое? Пингвин! Девочки, я уже умылась. Нанесла свой тоник. Вот этот вот, который от Эколаб. Да, Эколаб такой, который я приобрела, омолаживающий. И хотела показать вам две свои новиночки, которые я сегодня забрала с Валбереса. Еще их не пробовала. Это две вот такие вот сыворотки с витамином С, 5% и здесь неоцинамин, вторая, 11% и цинк. Что они нам делают, так скажем, быстренько? Неоцинамид борется с пигментацией, гиперпигментацией, обновляет кожу, эффективно борется с расширенными порами, высыпаниями, выравнивает поверхность кожи. Цинк подсушивает воспаление, уменьшает роговой слой кожи и образует защитную пленку, успокаивает покраснение, раздражение, ускоряет процесс регенерации кожи и способствует выработке коллагена. Витамин С стимулирует синтез коллагена, способствует обновлению кожи, предотвращая ее старение. Он образует защитный барьер, осветляет, выравнивает тон кожи, улучшает ее структуру и уменьшает пигментацию. Повышает защитные свойства кожи, укрепляет сосуды, обеспечивает защиту кожи от ультрафиолетовых лучей и регулирует ее PH-баланс. Дело в том, что, не знаю, на камеру будет видно, нет, вот у меня на лбу прям мелкие высыпания, которые, девочки, я уже не знаю, что с ними делать, если честно, вот здесь у меня весь подбородок. И очень хорошие были отзывы на эти сыворотки, и тем более сейчас на Балберисе были скидки, ну, как скидки, два по цене одного, там около тысячек, выходит, получается, два. Но, в принципе, знаете, это такая вот обманка, потому что я зашла на официальный сайт Ликата, и, в принципе, как эта сумма тысяча, да, разделить на два, как раз-таки вот, они и выходят, что каждый идет по 500 с чем-то или чуть меньше рублей. И хранить их в темном месте, да, здесь стекло, вот, ой, новенькое, новенькое, буду сейчас даже открываешь, это, знаете, вот это вот хру-хрус такое, что вскрытие новенькое. Здесь вот такая вот пипеточка. Здесь самое, что я читала, такое прям тянется, что вот эта вот, которая сыворотка именно с неоцинамидом, ее нужно наносить именно на сухую кожу, ну, как моментально она впитывается, конечно. Ну, читала, у кого-то она может оставлять следы, там, белые разводы, как-то, что-то. Ну, посмотрим, мне, в принципе, я ее хочу использовать только на ночь. Что-то уже ревет, что-то уже ревет. Сегодня Микки Рюха дает девочке жару. Вообще капец. Сейчас в битро уход нанесу и пойду смотреть, что он там у меня ревет. Вот эта сыворотка с неоцинамидом, которая высохла. Теперь витамин С. Что у нас здесь? Какая-то петочка. Ну, тоже оно закрыто прям все. Все цивильно, все кулюторно. Здесь точно такая же. Ой, залывает все, девочки. Я бегом-бегом. И побежала. Ай, Кирюха, сегодня я не знаю, что с ним случилось, девочки. Ну, пришел вот и концерт за концертом. Вот, честное слово. Не знаю, что такое. Все, девочки, наношу. Вот это вот не такая вязкая. Дай бог, чтобы помогло. Попользуюсь, потом я вам расскажу, как оно мне нравится, не нравится. Что действия вообще увидела, не увидела. Немножко, конечно, липковато. Но надо дать, чтобы оно впиталось. И уже потом нанесу крем от Ботабика, с которым на ночь я наношу увлажняющий. И все равно, девочки, я чувствую, что мне не хватает увлажнения. Что с моей кожей, я не знаю. Так, все, девочки, буду наносить крем. Пойду успокаивать сына. Узнавать, почему он у меня хнычит сегодня целый вечер. Дайте Юле нервов, да побольше. А вам хочу пожелать всего самого лучшего. Всех благ. Будьте здоровы. Чтоб детки у вас поменьше капризничали. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok